Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Веду ее сегодня я, Александр Гурарье. Ряд американских изданий опубликовало заявление нескольких генералов американских о том, что украинские войска ВСУ используют разработанную американцами тактику борьбы с врагом. А что же это за тактика и действительно ее используют украинцы, мы попробуем разобраться с помощью нашего уважаемого спикера, нашего уважаемого эксперта Григория Тамара, офицера израильской армии и военного историка. Григорий, добрый день, здравствуйте! Здравствуйте, добрый день! Скажите, так в чем заключается вот эта американская тактика, которую якобы используют украинцы? Знаете, когда началась эта война, в общем-то с первых ее часов стало понятно людям, которые пристально следили за развития событий, даже если эти люди черпали информацию исключительно из открытых источников, однако имели профессиональные навыки, позволяющие анализировать происходящее. С первых часов войны стало очевидно, что столкнулись две абсолютно разные доктрины военных. И то, что в тактическом, в оперативном отношении мышление командиров украинских превосходит мышление российских коллег, это было видно, собственно, по результатам, ну, самого начала. А почему? Возникал, потому что российское руководство допускало все классические ошибки, как будто вот по учебникам, от слова «как надо не делать», они все делали таким образом. А со своей стороны украинские коллеги максимально использовали все те слабые стороны, которые были у россиян, и старались по возможности нивелировать те слабые стороны, которые были украинские. И те колоссальные потери, которые понесла российская армия главным образом под Киевом и под Харьковом в самом начале военной операции, явились результатом превосходства тактического и оперативного мышления офицеров украинской армии, которые превосходили в своем профессиональном уровне Россию. Теперь не может быть ситуации, что вдруг сели умные украинские парни и придумали сами, а вот теперь мы будем воевать. Так в военной науке так не бывает. Их этому кто-то научил. Понятно, что этому кто-то научил, а научить может воевать только тот, кто сам умеет воевать. Об этом я уже говорил очень много. И фактически армии, которые сегодня имеют подтвержденный успешный воевый опыт, в мире очень много. Американская армия – это одна из этих. Угличская армия. И сегодня понятно, что тот акцент выучки тактической и оперативной, которая присутствует украинских военных, сегодня мы понимаем, что в значительной степени это результат работы с американскими коллегами, прежде всего, видимо, с американскими, я думаю. И главком украинской армии Залужной, который на сегодняшний день является одним из самых успешных и авторитетных командиров высшего звена в мире, я думаю, и будет преувеличением это сказать, он тоже абсолютно лишен вот этой вот зашоренности советского российского военного мышления, которой так грешат российские военные начали. Вы хотите сказать, Григорий, что в российской армии целый ряд старшего, высшего генералитета – это еще люди, учившиеся, так сказать, в Академии Пресоюзе? Конечно, естественно. Ну, уже в команде по возрасту как бы уже не было. Не важно. Это же не израильская армия, где люди там в районе 50 лет уходят в отстанк. И потом занимаются бизнесом, политикой и так далее. Вы посмотрите, как выглядят наши израильские генералы и как выглядят российские генералы. Ну, средний профиль, да? У нас это поджары ребята, которые могут, если надо, и в танк залезть, и на вертолете полететь куда-то там. А там это люди, в общем, как пел Юрий Шевчук в одной из своих песен «Чем дальше в тыл, тем жирнее генералы». Так вот, безусловно, там это люди в возрасте, особенно на высших командах в возрасте. И при всем своем опыте, который, безусловно, у них есть, у них концептуально очень зашорено советскими догмами, профессиональными мышлениями. Более того, если в Советском Союзе все-таки на каком-то этапе были какие-то наработки, там у них был определенный успешный опыт, были какие-то, была работа над ошибками в результате афганской кампании. Учились чему-то, то вот это все было растеряно, разбазарено. И когда Россия оказалась, собственно, когда российская армия оказалась втянута в Первую Чеченскую войну в результате безответственных действий политиков, то то, что происходило в Чечне в начале 90-х, в середине 90-х, это был просто абсурд и ужас, введение танковых колонн в городскую застройку. Но это можно бесконечно перечитать, эти провалы, которые привели к огромным жертвам военнослужащих, совершенно бессмысленно. И все это повторилось только в совершенно других масштабах, вот под Киевом, под Харьковом. И это с одной стороны, а с другой стороны Украина продемонстрировала очень хорошие профессиональные навыки. И возвращаясь к американской вот этой вот доктрине, о которой вы упомянули, да, безусловно, и элементы этой доктрины – это гибкая оборона, это использование подвижных групп оперативных, которые могут наносить удары и уходить, растворяясь, в том числе, среди гражданских объектов и мирного населения. То есть диверсионно-разведанной группы, которые используются очень активно и эффективно. Не попытка выстроить эшелонированную оборону перед лицом превосходящего противника, а наоборот тактическая гибкая оборона, которая предусматривает постоянное маневрирование, выход из-под обстрела, уход от огневого поражения предсходящего противника, изматывание противника, нанесение ударов по путям снабжения, по колоннам транспорта, маскировка, использование снайперов, использование гранатометных засад и так далее. Григорий, а вот сейчас поступила информация о том, что то самое наступление, о котором долго говорили украинцы, про которое многие считали, что это тактический ход, способ заманивания российских войск, все-таки началось под Херсоном. И что происходит? Какая есть сейчас информация на сегодняшний день? Я думаю, что точную дату начала этого наступления не скажет даже залучный, потому что началось это наступление давно, оно ведет уже долгие недели. Просто оно носит совершенно другой характер, не тот, который мы привыкли по фильмам про Великую Отечественную войну, должно носить наступление, когда там дивизионы артиллерии, Катюши, штурмовики, вот вышел офицер, смахнул плашком и там понеслась конница при поддержке артиллерии, вперед и Чапаев шашки на коне и всех крушит и так далее. Это именно то, чего, наверное, хотели российские военные, чтобы произошло, но чего не допустили украинские команды. Потому что подобное развитие событий привело бы к огромным потерям в самом деле. А украинская армия, потому что в большой степени до сегодняшнего дня в материально-техническом оснащении по ряду параметров Украина уступает России с точки зрения и оснащения своих войск, прежде всего в артиллерийском, хотя там качественно, может быть, где-то и превосходит за счет поставок западных вооружений, однако количественно до сих пор и по боеприпасам есть большие проблемы. Поэтому то, что сделали украинские военные, они сделали абсолютно правильную вещь, учитывая особенности географические, особенности рельефа, топографии, которые имеют место на херсонском направлении, имея дальнобойные системы ракетно-огневого поражения, которые они использовали для того, чтобы разрушить мосты и переправы через Днепр, они фактически, не предпринимая оперативного окружения, создали по факту реальность оперативного окружения для тех. И начали изматывать эту группировку нехваткой боеприпасов, снабжения, продовольствия, там всего, что с этим. Ну, любой военный понимает, что если 48 часов не привезли там горючие, горючие смазочные материалы, боеприпасы, то, в общем-то, ну и питание, то армия теряет без способы. В какое-то время достаточно ограничено. Ну, с питанием там есть сухие пайки, допустим, надо накопить, но есть вещи, которые накопить очень сложно. Тем более, если по складам и местам хранения наносятся постоянно целенаправленные удары теми же самыми ракетами. И, насколько я понимаю, российская группировка в России, она крайне ослаблена. И вот они выбрали тот момент, когда максимально эффективно можно нанести это туда. Опять же, я обрано, я не хочу, чтобы мы сейчас сделали какие-то выводы поспешные, потому что военное счастье очень переменчиво. Не надо, так сказать, пренебрегать уровнем подготовки и мотивации российской армии. Это грозный противник. Эта армия имеет свои сильные стороны. Тот факт, что в тяжелейших условиях при полном отсутствии здравомыслия среди политического руководства и при условии, когда это руководство ставит заведомо невыполнимые, бессмысленные задачи. Эта армия продолжает функционировать, имеет место дисциплина и армейская структура в той форме, в которой это устраивает этот команд. Сам по себе этот факт – это большой комплимент этой армии, потому что они находятся в сложнейших условиях. То, что они не бросили амуницию и технику, и не побежали до сих пор, это говорит о их стойкости. Мне почему-то приходит на память история Великой Отечественной войны, особенно в начале, когда при полной бездарности генералитета, при полной бездарности командиров, которые бежали с поля боя, а простые солдаты героически выполняли свой долг, и таким образом, собственно, да и войну-то выиграет. Такое впечатление, что здесь тоже, но я не хочу напрямую сравнивать, конечно, эти войны, но опять-таки все падает на плечи простых солдат, причем с обеих сторон. Вы знаете, это очень хороший аспект, который сейчас затронули, и, наверное, стоит на него обратить. Дело в том, что при всем людоедском смысле сталинского режима, какой бы он ни был омерзительный по своей сути, те простые люди, условные простые люди, которые составляли Красную Армию в 1941 году, когда я говорю простые люди, это некая абстрактная... И какой-нибудь русский парень, который был трактористом в деревне, его призвали и посадили в танк, и какой-нибудь там парень из Узбекистана, которого призвали и поставили под ружье в пехоту, и какой-нибудь условно-еврейский политруп, который там их вел в атаку. Я сейчас говорю, намеренно использую такие клише стереотипные, чтобы было понятно, что я говорю. Вот этот среднестатистический советский человек, он столкнулся с реальностью, в которой он был четко уверен на 100%, что его дело правое. А это невероятно важно, когда человек оказывается лицом к лицу с гибелью. И когда нету вот этого ощущения, что ты прав, есть сомнения, и ты должен вставать под пули, а у тебя в сердце вот этот вот червячок сомнений тебя гложет, то я не знаю, что должно происходить с человеком, чтобы он встал и пошел под пули. Поэтому есть такой кризис качественной пехоты, как мы говорим, профессиональные военные у россиян сегодня, потому что заставить людей вставать под пули, идти в атаку, когда ты не мотивирован, это очень тяжело. А украинцев этой проблемы нет? Конечно. Они защищают свою родину. У них два варианта. Либо сдохнуть, либо победить, либо стать людьми, которые отстояли свою честь, достоинство и независимость, либо быть в унижениях и издевательствах убитыми оккупантами, потому что то, что происходит там с пленными, не нужно об этом сейчас делать. И два варианта очень мало, на самом деле всего два варианта. И поэтому это люди очень мотивированные. И это всегда происходит. То, что происходило в Израиле в 57-м, 73-м годах, не нужно тут, так сказать, быть большим специалистом в военном деле, чтобы эти вещи поставить под сомнение. Григорий, я не могу не задать вам вопрос, который я задаю практически всем собеседникам своим, с которыми я беседую о ситуации на фронтах Украины. Видите ли вы какой-то вариант окончания этой войны? Да, конечно. Какого-то, так сказать, обозримого будущего? Конечно, да, я вижу вариант. Я могу его расписать сейчас. Я не говорю, что именно так будет, но я считаю, что то, что сейчас озвучу, является очень жизнеспособным сценарием. Если действительно украинская армия удастся обрушить Южный фронт, то есть либо уничтожить, либо пленить, а лучше пленить в пропагандистском отношении, лучше пленить херсонскую российскую группировку, создать реальную угрозу Крыму со стороны Перешейка, параллельно разрушив Крымский мост, таким образом практически изолировав крымскую группировку, все время нанося огневое поражение и различные виды диверсионных действий в отношении российских войск и принудить крымскую группировку к сдаче. Вот при таком сценарии, я думаю, что уровень политического напряжения и социального в России достигнет точки невозврата, это приведет просто к изменению политических реалий в России. Что значит к изменению политических реалий? То есть что, Путин признает поражение и выведет войска? Путина просто уберут. Ну, просто уберут его. Вот так или иначе. Как они уже это сделали, я не знаю, но его просто уберут. Не вызывается. И это вот сценарий номер один. Это сценарий такой героический, быстрый и героический. Это сценарий двух месяцев. Сценарий номер два. Не удается уничтожить или пленить российскую группировку, но удается серьезно создать серьезное напряжение на Херсоне. Либо ее уничтожив, либо заставив потитулировать, неважно. Это вопрос нескольких дней или недель, я думаю. Это абсолютно реально. А дальше мы возвращаемся к затяжной фазе войны и переходим в такую неожиданную ситуацию, которая называется осенью. А осенью всегда неожиданно начинаются дожди, начинается осенняя распута. Учитывая, что российская армия потеряла порядка полутора тысяч грузовиков, учитывая, что по железным дорогам и мостам все время наносится огневое поражение, я прогнозирую тяжелейший логистический коллапс в российской армии, который может привести просто к прорыву фронта на любом его участке. И в том числе и там, где у нас, в Донецк, в Гуганск, в тех областях тоже возможно. Потому что подвозить боеприпасы будет очень-очень. А Украина будет получать все больше и больше западных систем эстационного огневого поражения, и она превратит, в общем-то, состояние российских тылов, ближних, в кошмар. Соответственно, в любое место, где не ткни правильно, там можно прорвать эту, в общем-то, достаточно тонкую линию, потому что концентрация российских войск, она не может выдержать серьезного удара. Там очень большое... Сейчас же Путин подписал указ об увеличении численности российской армии, то есть сейчас появятся новые, как бы, воинские части, которые, как бы... Абсолютно пропагандистский и бессмысленный в практическом отношении ход, потому что военнослужащих, которых мобилизуют, не только важно там бунтировать, вооружить, допустим, они будут снимать с хранения Калашникова, которые там лежат и 40 лет, я готов поверить, что они будут стрелять автомат на руку. Этих людей нужно обучить и возглавить. А вот с кадровым офицерским составом в России беда-беда, потому что потери там среди офицеров сухопутных, и не только сухопутных, они чудовищные. И кто эту армию возглавит, даже если они найдут каких-то там офицеров условных, которые там из запаса, они, ну, уровень, как они смогут обучить и повести в бой этих людей, это просто смешно. У них сейчас-то не до комплект того, что есть, а они этим-то не могут распорядиться. Положение геополитическое, стратегическое российской армии, оно ужасное. Российская армия стоит на пороге коллапса и краха, которого они, может быть, не видели, ну, с войны 904-95 года или там с крымской кампанией. Спасибо. Спасибо большое, Григорий Тамар, офицер израильской армии, военный историк. Спасибо, что нашли время для нас. Наша программа подошла к концу, вел программу Александр Гурарье. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...